Здравствуйте, в эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ее ведущий Александр Гурарье. Весь мир сходит с ума по коронавирусу, извините за такое выражение, но специалисты все больше и больше склоняются к тому, что мир после коронавируса, я имею в виду прежде всего мир медицинский, изменится до неузнаваемости. Политику мы сейчас не берем. Итак, что же произойдет с медициной в посткоронавирусный период? С этим вопросом я обращаюсь к политтехнологу Давиду Эдельману. Давид, добрый день. Скорее надо говорить не только о медицине, но вообще о сфере, которая давно была под вопросом. Я уточню, сфера здравоохранения, потому что когда говоришь медицина, подразумевается чисто научная, а здравоохранение это, так сказать, охрана здоровья граждан. О, красиво, как я сказал. Это сфера вообще услуг, которые, можно сказать, сферы медицинских услуг. И вот тут возникает вопрос о том, насколько эта сфера может быть, может обеспечиваться только за счет рынка. И этот вопрос, собственно говоря, является главным. Вполне возможно, что коронавирус в результате может привести почти к социалистическому, государственному отношению к сфере здравоохранения. То есть, если я правильно понимаю, ты противопоставляешь две системы. Условно говоря, советскую, которая существовала при СССР, когда была государственная система здравоохранения, она была полностью бесплатна, но она была нацелена как бы на сохранение здоровья граждан. Ну, кстати, я сразу же делаю ремарку, что это она декларировала, что была нацелена. На самом деле это еще большой вопрос. И, так сказать, капиталистическая система, которая нацелена исключительно на извлечение прибыли. Да, опять-таки, это не обозначает, что могут быть только две окраинности, есть и промежуточные вещи между ними. Ну, допустим, израильская медицина, такой, какой мы ее видели, да, застали в конце 80-х, в начале 90-х годов, которая была где-то средним между советским и американским вариантом. Другой вопрос, что израильская медицина тоже больше двинулась в сторону капитализма. Ну, израильская, позвольте, израильская медицина, она, конечно, двинулась в сторону капитализма, но так называемые больничные кассы, в которых состоят все граждане, которые получают финансирование из государственного бюджета, значит, эти больничные кассы, они как бы нацелены на то, чтобы вот эти деньги, которые они получают из государственного бюджета на каждого человека, в зависимости там от его возраста и так далее, ну, во-первых, они заинтересованы в привлечении максимального количества членов в свою больничную кассу, а во-вторых, они заинтересованы, чтобы эти люди поменьше болели, и поэтому они регулярно проводят всякие профилактические мероприятия, меня вот, моя больничная касса достает каждый раз перед эпидемией гриппа, сделайте прививки, там напоминает, что нужно сделать анализы, да, нужно пройти там флюорографию, нужно сделать еще какие-то, то есть они в этом заинтересованы, они меня преследуют для того, чтобы я оставался здоровым, потому что здоровым я гораздо выгоднее, чем, не дай бог, я начну болеть. Правильно, потому что эта же больничная касса действует во многом как страховая компания, и если их актив, вы становитесь больным, то они на вас потратят гораздо больше денег, и именно поэтому... Но я еще раз подчеркиваю, что получают они средства исключительно от государства. Я могу, как член больничной кассы, сделать дополнительную страховку за свой счет, но если я эту дополнительную страховку не делаю, я получаю государственную, так сказать, корзину услуг абсолютно бесплатно за счет тех отчислений, которые я делаю со своей заработной платой. Я прошу прощения, у вас есть, кроме дополнительной, еще и основные отчисления, так что налог на здравоохранение, опять-таки, тоже никто не отменял. Я еще раз повторяю, за счет отчислений я это сказал, которые я делаю налог со своей заработной платы. Это налог на социальное страхование, который включает в себя налог непосредственно на социальное страхование, и в нем же сидит налог на здравоохранение. Абсолютно. Теперь, коронавирус во многих странах оказался как латмусовая бумажка. Вероятно, после этого вируса будет решительно пересмотрено взаимоотношение государства и медицины, которое, наверное, пересмотр назревал еще задолго до этого. Допустим, сейчас есть большой дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Это вообще международная проблема. Но сейчас это больше всего чувствуется в США. Вопрос, могло ли быть иначе. Недавно в экономическом блоге школы Бута экономической при Чикагском университете, который известен достаточно такой либеральной экономической позиции, был опубликован пост Мэтта Столлера. И вот Мэтт Столлер, он специалист по антимонопольному законодательству. И исследует ошибки государства в момент госзакупок, госзаказов, слияний крупных монополий и так далее. И вот он публикует, что сейчас в Америке в Конгрессе поставлен вопрос необходимости пересмотра нескольких сделок о поглощении медицинских компаний, которые происходили не только в последнее десятилетие, но в последние 30 лет. Ну, вот, допустим, один из таких примеров. Еще 8 лет назад американская компания Newport Medical разработала способ изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких по цене в 3 раза ниже рыночной. И более того, американское правительство оформило госзаказ. Что происходит дальше? Понятное дело, что когда происходит госзакупка, то выбирают ту цену, которая меньше. Это один из критерий государства. Но тоже не везде. Но тоже не везде, но есть одинаковые. В некоторых странах делают наоборот. Выбирают самую дорогую для того, чтобы было что распилить. Ну да. И так вот, американское правительство сделало, что называется, госзаказ. И тут большая монопольная компания, компания COVID-19, 8 лет назад, купила Newport Medical, просто скупила. Как только они ее скупили, они отменили госзаказ и отменили выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких по цене в 3 раза ниже рыночной. Почему? Потому что иначе они бы не могли продавать свою продукцию. Ну и зачем им продавать подешевый цене, когда можно продавать подорогой. Они скупили маленького конкурента, который предлагал изготавливать это в массовом количестве большими. COVID-19 это скупает и закрывает. Причем, если вы считаете, что это единичный случай, то это нет. COVID-19 за последние 10 лет скупило около 17 медицинских стартапов, которые вы должны были выдавать какие-то разработки, прежде всего касающиеся легких, которые стоили бы значительно дешевле, чем то, что могло бы запускать компания COVID-19. Если бы в то время не разрешили бы антимонопольное законодательство США, не разрешило бы это, а сейчас можно точно сказать, что это было киллер поглощения, убийственное поглощение, как говорят американские экономисты. В таких случаях, то на сегодняшний день не только Америка была бы заполнена аппаратами искусственной вентиляции легких, которые были гораздо легче в изготовлении, стоили гораздо дешевле. Но и, скорее всего, эта американская продукция произошла бы по всему миру. И можно сказать, что вот эта сделка, которая была восемь лет назад, она в ответе, ну, по крайней мере, за несколько тысячных сетей. А теперь вопрос, а что происходило вообще на американцах? И тут мы видим, что где-то в последние 30 лет, и это очень важно, потому что я сказал, что в Израиле это происходит с начала 90-х. В Америке это очень сильно начинается именно с начала 90-х, несмотря на попытки введения разных социальных медицинских программ, типа Обама Керр. Но по отношению к медицинским производителям идет то, что разрешается большим медицинским компаниям фактически диктовать свою цену на руки. А если возникает кто-то, кто может изготовить это по меньшей цене, то его скупают, причем скупают под одобрение государства, потому что еще при Буше-старшем была принята такая установка, что именно большие компании могут дать меньшую цену. — Но это же система не только в медицинской промышленности. То же самое происходит, например, в сфере топливных технологий, изобретения альтернативного топлива, альтернативных источников топлива давно бы уже, так сказать, одержали бы вверх, если бы не монополии, которые действительно скупают на корню все эти рецепты, скупают стартапы, и это, в общем-то, нормально, это бизнес. В любой отрасли такое происходит. — Я понимаю, но именно в области медицины это наиболее опасно. Вы согласны? — Да, конечно. — Теперь. Сейчас в Америке, именно во время коронавируса, вдруг произошел взлет одного политика, брифинги которого слушает практически вся страна, и к которому с большим уважением относятся как либеральные СМИ, так и ультраконсервативные. — Это очень редкая вещь для Америки, потому что в Америке политики и эксперты, они, как правило, заперты по эхопринципу, то есть по отношению к своей аудитории. Это, я имею в виду, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куму. И вот его брифинги слушает вся страна. Просто одним из подтверждений является то, что президент Соединенных Штатов Трамп вынужден был перенести свои брифинги на более позднее время, чтобы они не совпадали с брифингами Эндрю Куму. И вот он в одном из выступлений ему сказал, он сказал, я не могу благодарить государство за 400 аппаратов ИВЛ, которые дополнительно присланы в штат Нью-Йорк, потому что мне нужно не 400, а 30 тысяч. 400 максимум могут обеспечить несколько тысяч больных. Скажите мне, кого мне выбрать? Как мне выбрать, кто будет жить и кто будет умирать? Не нужно 30 тысяч. Вы мне поставили 400. И в этот момент американская администрация в лице вице-президента Пенса вынуждена оболгать, что мы прошли еще 2 тысячи. Но 2,5 тысячи это все равно не 30 тысяч. А этой ситуации можно было бы избежать, если бы на медицинском рынке не произошли эти болезненные поглощения, убийственные поглощения, которые шли начиная с 90-х годов. И тут мы приходим, чтобы не задерживать зрителя, к основной мысли. Это мысли о взаимоотношении государства и сферы здравоохранения. Это Макрон, которого во Франции считают неолибералом и который вообще такой политик либерального толка, который пришел в политику из бизнеса, который когда был министром финансов, все время боролся и с профсоюзами, и с рабочими комитетами. Так вот, Макрон выступил, сказал, отдавать сферу здравоохранения в руки бизнеса, в руки рыночных отношений, это чистое безумие. Понимаете, такие высказывания от левоцентристов можно было услышать лет 30-20 назад, все нормально от социалистов, это было нормально. Левые радикалы это, может быть, говорили, начиная с 19-го века. Но Макрон совсем не социалист. Более того, его всегда упрекают излишним неолиберализмом. Он пытается проводить экономические реформы, взвалив основную тяжесть оздоровления на рабочих и служащих. Это постоянный уклёк Макрону. И вот сегодня Макрон говорит как социалист. Он говорит, область здравоохранения должна быть почти полностью в руках государства. Но это тоже крайность. Вы понимаете, всё, что делает государство непосредственно, оно делает плохо, просто априори, в любом государстве. В тех же самых Соединённых Штатах есть государственные больницы, но это государственные больницы, так сказать, для бедных. Потому что государство есть государство. Государство должно создать экономические рычаги, которые будут регулировать эти взаимоотношения между государственными и частными компаниями, но регулировать хорошо. Если эти рычаги работают правильно и составлены правильно, то эта система будет работать. Если всё будет отдано в руки государства, я не уверен, что вообще и следующую пандемию мир переживёт. А, нет, ну это речь тут идёт о том, что по отношению к ферме здравоохранения нельзя исходить из того, что всё, что связано с медициной, должно приносить только прибыль. И именно соображения прибыли должны быть главными. Опять-таки мы говорим об израильском опыте, даже не сегодняшнем, а то, что было 20-30 лет назад, как модели средней, серединной, и которая может быть гораздо ближе к идеальной. Опять-таки, учитывая, что израильская система здравоохранения достаточно хорошо справляется с кризисом, несмотря на дурного министра и сумбурные действия правительства, и гендиректора, который не понимает, и много-много другого. Давид, в Израиле, в Израиле, так сказать, поликлиники и больницы, они не государственные. Есть парочка государственных больниц, но они принадлежат тем же самым больничным кассам. То есть, государство только регулирует эти взаимоотношения. Те больничные кассы, которые плохо работают, люди из них выходят, потому что несколько лет назад было снято ограничение на переход из одной больничной в кассу в другую. И люди голосуют ногами, то есть они переходят туда, где лучше работает. То есть, можно создать то, что называется общественная медицина. Общественная медицина. И совместить государственное и частное регулирование. Опять-таки, в сфере здравоохранения, в сфере разработки медицинских технологий, государство должно активно имитировать. Более того, у вас за эфире Яков Керми говорил о том, что все, кто говорили о том, что будет возможно межгосударственное сотрудничество, всякие глобальные проекты в области здравоохранения, они выглядят идиотами, они хотят походить на... Вот я такой идиот. Я не согласен с теми. Я более того, считаю, что так же, как государство, должны будут больше инвестировать в сферу здравоохранения, они должны будут инвестировать гораздо больше в совместные межгосударственные проекты. И, допустим, ВОЗ, его можно сколько угодно критиковать, но ВОЗ унуждается в более серьезном отношении. И понятно, что во главе ВОЗ должен стоять не эфиопский врач, при всем уважении к такой великой стране, как эфиопский. Это во главе ВОЗ должен стоять представитель одной из крупных держав, либо США, либо Евросоюза, Китая, России, но не эфиопский. И это сделает ВОЗ гораздо менее зависимым от местных цельхов, гораздо более глобальным. Опять-таки, такие проекты, как разработка заранее вакцин против различных видов коронавируса, а сегодняшний COVID-19, это не единственный, и даже, как говорят ученые, не самый опасный. Да, самое интересное еще впереди. Это, безусловно, они должны заготавливаться загодя и создаваться. И создание новых видов масок, и многие другие вещи. И единые стандарты по этим вещам, они должны срабатывать. Поэтому я снова вернусь, чтобы закончить это, то, что я говорил, к началу 90-х. Что произошло в начале 90-х? Очень долго западная пресса, западная пропаганда говорила о том, что Советский Союз угрожает населению западных стран. Сегодня, после выхода многих экономических трудов, в том числе, это книги Пикетти о капитале в 21 веке, мы можем сказать, что худшее, что сделал Советский Союз для рабочих и служащих Запада, это то, что он перестал существовать. В тот момент, когда возник Советский Союз, возникло государство, идущее к социализму, западные правительства, западные общества, западный класс капиталистов был испуган, что такое уже может произойти и в дни в том. И фактически с 20-х, практически по конец 70-х годов на Западе в той или иной степени вводились различные элементы, мягко говоря, госрегулирования, можно сказать, социал-демократии. Того же Рузвельта с его новым курсом, который продолжался в Америке почти 30 лет, в Америке называли социалистом. Рузвельт от этого разбивался, но его называли социалистом. Что произошло? В тот момент, когда Советский Союз стал существовать, и эта угроза исчезла, вот капитализм правительства этих стран, общества этих стран, они расслабились, они поняли, что эта угроза им не угрожает, и передали огромное количество вещей в руки свободного рынка. То есть, back to USSA, возвращаемся в Советский Союз, и да здравствует мировая революция. В Советский Союз мы единственное можем сказать, да, экономики свободного рынка, нет здравоохранения свободного рынка. Один из лозунгов, который был у левых, еще в 60-х годов. Спасибо, Давид. Вы случайно в партии СССР не состояли. Спасибо, дорогие друзья. Мы беседовали с политтехнологом Давидом Эдельманом. Всего доброго и будьте здоровы.